Компания Маска строит гигантскую аккумуляторную батарею в Техасе. Дочерняя компания Тесла незаметно строит гигантскую аккумуляторную батарею мощностью более 100 мегаватт в Англтоне, штат Техас, городе примерно в 40 милях к югу от Хьюстона. Батарея такого размера могла бы обеспечить энергией около 20 тысяч домов в жаркий летний день. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Рабочие на объекте держат оборудование в секрете и не пускают посторонних, но логотип Тесла можно было увидеть на каске рабочего, а официальные документы помогли подтвердить роль компании. Когда в феврале на Техас обрушился ледяной шторм и миллионы людей остались без электричества на несколько дней, гендиректор Тесла Илон Маск высмеял в Твиттере Совет по надежности электроснабжения Техаса или Эркот, некоммерческую группу, которая управляет поставками электроэнергии для 26 миллионов потребителей. 49-летний Маск недавно переехал в Техас, и его различные компании расширяют свою деятельность в штате. Система хранения аккумуляторов, созданная дочерней компанией Тесла Гэмбит, зарегистрирована в Эркот. Уоррен Лашор, старший директор по системному планированию Веркот, сказал, что коммерческая эксплуатация проекта запланирована на 1 июня. Площадка находится рядом с подстанцией Техас-Нью-Мексико. Хотя Тесла известна своими электромобилями с батарейным питанием, она всегда была больше, чем автомобильная компания. Ее официальная миссия – ускорить переход мира к устойчивой энергетике. Аккумуляторы для коммунальных предприятий необходимы для хранения электроэнергии, производимой ветром и солнцем, но они также могут стать прибыльными, сохраняя избыток электроэнергии при низких ценах и спросе. Владельцы батарей могут продавать ее обратно в сеть при высоких ценах. Тесла потратила годы на освоение технологий бытовой энергетики. Аккумуляторы Тесла подключены к подстанции мира Лоума в Южной Калифорнии, Эдисон, к востоку от Лос-Анджелеса. Система на 20 мегаватт, которая работает с декабря 2016 года, поддерживает работу сети в часы пик и помогает коммунальному предприятию максимально использовать свои возобновляемые ресурсы. В районе залива Сан-Франциско ПГ Энд Эмп и Корпэйшн и Тесла строит систему мощностью 182,5 мегаватт на электрической подстанции в Мослендинг, которая должна быть введена в эксплуатацию к августу. Напомним, на американский штат Техас обрушилась снежная буря и похолодание. В результате этого более 2 миллионов жителей штата остались без электроэнергии. Президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. Эта мера поможет направить масштабное федеральное финансирование на ликвидацию последствий непогоды.